С вами Хан Соло и в этом видео мы разберем как играть на сервере Strategic DKS Strategic DKS это онлайн pvp динамическая компания Основа миссии это битва между красной и синей коалицией в котором вам предстоит принять участие за одну из сторон Для того чтобы принять участие в миссии вам необходимо иметь актуальную бета версию игры DCS Подключиться к серверу, выбрать сторону и приступать к выполнению заданий Имя и IP адрес сервера будут в описании После того как вы зайдете на сервер вам необходимо выбрать сторону написав в чат минус red или минус blue Напоминаю что выбор вашей коалиции сохраняется до конца компании Далее если вы зашли на сервер впервые рекомендую появиться на базовом аэродроме И через карту F10 посмотреть текущую обстановку Также можно получить краткую сводку по логистическим операциям Или уровням строений или захваченным вашими подразделениями аэродромом Все это делается через F10 Далее мы рассмотрим как это делать Также через F10 вы сможете понять где проходит примерная линия фронта И какие аэродромы захвачены врагом Помогите вашей команде протянуть или защитить линию фронта А также уничтожить вражеские аэродромы при этом защитить свои Скажу сразу Strategic DKS как и многие онлайн динамические компании является крайне сложным сервером Здесь отключены внешние виды, маркеры А также вы не будете получать увеномления об уничтоженных вами в самолетах противника и наземной технике Данное действие необходимо контролировать вручную Либо с помощью ваших союзников, либо с помощью вашего командира Здесь очень важна коммуникация и стратегия Вы можете подключиться к дискорду сервера Также связать свой аккаунт DKS с дискордом Чтобы получить доступ к закрытым каналам вашей коалиции Ссылка на дискорд также будет в описании Либо вы можете быть в одном из дискордов ребят, которые играют на этом сервере В том числе наша команда Виртуальный Пилот Ссылка на наш дискорд также будет в описании Strategic DKS это полностью динамическая компания, управляемая игроками За которую отвечает ваша коалиция Вам будет необходимо развертывать базовые подразделения обороны Такие как ПВО дальнего ближнего радиуса действия Развертывание складов боеприпасов, топлива, а также укрытий На которых будут производиться техники Также возможно динамическое развертывание вертолетных площадок В пользовательских местах, которые будут включать возрождение Развертывание общевойсковых соединений, которые будут включать Легкобронированную и тяжелобронированную технику Которые возможно управлять с помощью слота командира Либо в ручном режиме передового авианаводчика Самолеты красной стороны F-18, MiG-29, F-14, Mirage F-1 и MiG-21 Самолеты синих F-16, JF-17, Mirage M-2000, IGS-37 и F-5 Самолеты доступные обеим сторонам Штурмовики AV-8B и A-10C, а также самолеты поддержки L-35, TF-51 и C-101 Вертолеты красных К-50, Mi-24 Вертолеты синих Apache A-64 и SA-342 Gazelle Вертолеты Ми-8 и Хьюи доступны обеим сторонам Рассмотрим театр боевых действий Он организован в виде равносторонних треугольных зон Зоны эти играют ключевую роль в продвижении ваших войск и коалиций по карте А также определяют места, где вы можете строить передовые вертолетные площадки, фабрики и другие элементы Отображение зоны на F-10 не зависит от коалиции, которую вы выбрали Черными линиями Ориентировочное ориентирование по зонам В данном случае зелененький красный квадратик, в котором находится перекрестье черного креста Это квадрат P-7 Данные черные линии сделаны здесь исключительно для примера Для того, чтобы помочь в ориентировании на этой карте Подробнее рассмотрим эти треугольники Что означают их цвета и так далее Далее все описание будет идти с точки зрения представителя синей команды Зона, которая называется «Неизвестный» Это зона, обозначенная пунктирной белой линией И указывает на то, что у вас нет сведений о содержимом зоны Так будет выглядеть большая часть театра Разверните джетаг в зоне, чтобы получить больше информации Желтая пунктирная зона Означает, что у вас есть джетаг в зоне Однако он не установил информацию о зоне Для определения правильного состояния Через 15 минут после развертывания джетага Станет видно реальное состояние зоны Удаление всех джетаг из зоны вернет зону в состояние неизвестно Если вы добавите еще один джетаг и удалите первый Статус зоны останется Зона «Построенная» представлена сплошным контуром цвета коалиции И заливкой цвета коалиции Означает, что вы установили авиабазу или фарб в этой зоне Вы не можете строить фарб ни в одной из соседних зон Безопасная зона Размещая джетаг в зоне, мы получаем информацию о зоне Эта зона представлена сплошным контуром цвета коалиции без заливки И считается безопасной Означает, что дружественный джетаг присутствует Находится данная зона рядом с застроенной зоной Враждебная активность не обнаружена В безопасной зоне вы не можете строить фарб Но можете развертывать фабрики Небезопасная зона Представлена пунктирным контуром коалиционного цвета Означает, что дружественный джетаг присутствует Активность противника не обнаружена Не примыкает ни к одной застроенной базе Можно повысить уровень до строительной зоны, собрав больше информации о соседних зонах Строительная зона представлена сплошным контуром цвета вашей коалиции с зеленой заливкой Строительная зона означает, что дружественный джетак присутствует, активность противника не обнаружена Все соседние зоны безопасные и не защищенные, не примыкает ни к одной застроенной базе Вы можете развернуть фарб в этой зоне Как только вы развернете фарб в этой зоне, все соседние зоны станут безопасными Соответственно, раз зона станет безопасной, в ней фарб вы уже развернуть не сможете Спорная зона представлена сплошным черным контуром и заливкой цвета вашей коалиции Означает, что присутствует дружественный джетак, фарб или авиабаза Также присутствуют боевые части противника Небезопасная оспариваемая зона обозначается черным пунктирным контуром Означает, что присутствует дружественный джетак, также фарб или авиабаза Присутствуют вражеские и дружественные боевые единицы Небезопасная оспариваемая зона Представлен сплошным черным контуром Означает, что дружественный джетак присутствует Также есть фарб или авиабаза в соседней зоне Если дружественная авиабаза или фарб, обнаружена вражеская активность без необходимости в дружественных юнитах Если вражеская авиабаза или фарб, присутствуют вражеские и дружественные боевые единицы Небезопасная враждебная зона Это незащищенные враждебные зоны, обозначенные контуром противоположного цвета коалиции Означает, что дружественный джетак присутствует Нет дружественных юнитов Обнаружена активность противника Вражеская застроенная зона Представлены сплошным контуром противоположного цвета коалиции и заливкой Имеет Дружественный G-Tag присутствует Нет дружественных юнитов Вражеский FARP или авиабаза развернуты Безопасная вражеская зона Представлена сплошным контуром противоположного цвета коалиции Противоположным нашей зоне Secure Дружественный G-Tag присутствует Дружественный G-Tag присутствует в соседней зоне с развернутым противником или авиазоном Далее мы поговорим о том, как начинать О том, какие есть жизни сколько их, на каких аэродромах и каким вооружением можно пользоваться. В начале каждой кампании у каждой коалиции будет выбор авиабаз, наземных юнитов и других активов, доступных для использования. Каждая локация, фарб или авиабаза имеет ограниченный набор жизни на основе классов, определяемых ее уровнем. Каждая локация, фарб или авиабаза имеет ограниченный набор жизни на основе классов, определяемых ее уровнем. В данной таблице слева вверху вы можете видеть количество классов и уровень. Уровень 0 фар позволяет поднимать 1 вертолет, уровень 1 фар 2 вертолета, уровень 2 3 вертолета, уровень 3 4 вертолета. Как только вы занимаете слот, вы забираете жизнь у данной базы и предотвращаете появление других игроков в этом месте. Если вы попытались присоединиться к слоту в месте, где нет доступных жизней, вы получите уведомление через окно чата. Вместе с тем в уведомлении будет написано, когда будет доступна следующая жизнь из текущего периода регенерации для этого места. В избежание того, чтобы один игрок уничтожал все жизни всей коалиции в локации, неоднократно появляясь, взлетая и умирая, введено простое ограничение. Каждый игрок имеет ограничение в одну жизнь на класс, вертолет или самолет, в заданном месте в течение 20 минут с момента первого выхода. Если вы после того, как были сбиты, попытаетесь заново появиться в том месте, где вы уже использовали свою жизнь, вы получите сообщение, сообщающее, сколько времени осталось до регенерации. Данные сообщения также доступны на этом скрине. Период регенерации меняется в зависимости от расстояния до неограниченного аэродрома и текущего количества игроков, а также распределению их по коалициям. Короче говоря, чем дальше от неограниченной бальши, тем больше времени это занимает. Если вы в меньшинстве, ваш таймер уменьшается. Если вы превосходите в численности, ваш таймер увеличивается. Можно узнать текущий период регенерации, проверив информацию о зоне F10. Это следует использовать только в качестве оценки, так как присоединение и уход игроков влияет на это время. Когда вы приземлитесь, с вашей жизнью, которую вы использовали во время взлета, произойдет три вещи. Если вы были в воздухе дольше времени, чем регенерировала жизнь, то есть больше 20 минут по умолчанию, то жизнь будет добавлена в качестве бонусной жизни на аэродром. Если вы приземлились в другом месте, то ваша жизнь переносится на аэродром как импортированная жизнь и может быть использована, но не будет восстанавливаться. У каждой коалиции есть свой тыловой аэродром, который называется неограниченным. На неограниченном аэродроме нет ограничений по жизни. Вы всегда можете там взлететь, переносить жизни отсюда на другие аэродромы. Также можно в пределах вашего театра боевых действий. Также уровень авиабаз влияет не только на количество и тип техники, которой вы можете пользоваться, но и вооружение, которым вы можете пользоваться. Если авиабаза уровня 0, вы можете использовать только пушечное вооружение. Авиабаза уровень 1 позволяет использовать пушечное вооружение, плюс неуправляемые бомбы и неуправляемые ракеты. Авиабаза уровень 2 добавляет боеприпасы с лазерным наведением, ракеты класса FOX-1 и ракеты класса FOX-2, кроме ракет АИМ-9Х и Р-27ЭТ. Авиабаза уровня 3 не имеет ограничений по вооружению. Далее поговорим о фарпах. Фарпы это ваш путь к успеху. Они представляют место для перевооружения, дозаправки и сокращения расстояния для операций, которые используют вертолеты. Фарп могут быть размещены в строительной зоне и улучшены, чтобы включать в себя убежище и большое количество объектов. Создание фарп это многоэтапная операция. Для того, чтобы построить фарп, необходимо доставить 2 базовых ящика для сборки или обновления с любой установленной базы и распаковать их, чтобы выбрать где вы хотите разместить фарп. После того, как вы начали развертывание фарп, вы должны установить и развернуть склад горючего и боеприпасов, чтобы полностью установить свой фарп. По завершении фарп будет установлен. Рядом с площадкой будет стоять бензовоз для облегчения перевооружения и дозаправки вертолетов. У вас также будет маркер на карте, обозначающий, что это фарп, чтобы вы знали, какие слоты выбирать из списка выбора слотов. В зависимости от уровня вашего фарпа, вы можете разворачивать несколько вспомогательных активов, такие как склады горючего и склады боеприпасов. И укрытия. Они могут быть размещены на расстоянии от 100 метров до 1 километра от центра площадки. Поговорим про повреждения и уничтожения фарпов. Фарп становится поврежденным, когда любое из вспомогательных средств, топлива, боеприпаса или убежища максимального уровня уничтожено. Например, если ваше убежище будет разрушено, вы не сможете развернуть другое убежище или дополнительные вспомогательные средства, пока не отремонтируете базу. Для того, чтобы отремонтировать базы, надо доставить и распаковать ремонтный ящик из другого места. Разрушенным фарп считается, когда все вспомогательные активы уничтожены. Ваш фарп больше не работает, и вы должны заново устанавливать фарп с нулевого уровня. Вы можете модернизировать ваш фарп, чтобы повысить его живучесть, представляя дополнительные вспомогательные активы, такие как склады с боеприпасами и горючим, а также разрешать развертывание убежищ для переброски юнитов. Кроме того, это увеличивает объем работы, которую должен выполнить противник, чтобы полностью уничтожить ваш фарп. Чтобы обновить фарп, доставьте и распакуйте два базовых ящика для сборки или обновления из существующего места, которое равно или превышает уровень которого вы обновляетесь. 1 уровень 2 базовых ящика обеспечивает дополнительный склад топлива и боеприпасов, возможность развертывания убежища 1 уровня и 2 дополнительные жизни. 2 уровень 2 обеспечивает дополнительный склад топлива и боеприпасов, всего 3 каждого получится, возможность развернуть убежище 2 уровня и дополнительная жизнь. 3 уровень 3 возможность развертывания убежища 3 уровня и максимально 4 жизни. Поговорим об авиабазах. Поскольку авиабазы находятся в фиксированных местах, они работают немного иначе, чем в фарп. Для того, чтобы захватить неустановленную базу, когда противника нет и авиабаза нейтральна и неустановлена, вам нужно только иметь подразделение в пределах 2,5 км от маркера на карте аэродрома. Если такие подразделения будут, то вы станете владельцем этой базы и получите авиабазу нулевого уровня. Как и в случае с фарп, вы должны развернуть как минимум 1 склад боеприпасов и 1 склад топлива, чтобы авиабаза заработала и позволяла выставлять слоты. Если враг присутствует на авиабазе, чтобы захватить авиабазу в оспариваемой зоне, вы должны превозойти противника численностью на 80% в радиусе 2,5 км от маркера на карте аэродрома, чтобы иметь хотя бы 1 юнит в пределах 100 метров от маркера на карте аэродрома. Как только этот критерий будет выполнен, все вражеские подразделения в пределах 2,1 км сдадутся и будут удалены с карты. Это предотвращает невозможность перевооружения заправки из-за присутствия противника в радиусе 2 км. При захвате вражеской авиабазы вы унаследуете уровень максимального укрытия, который был живым на момент захвата. Также это создает риск за то, что вы оставляете живым вражеское убежище 3 уровня, и вам не нужно тогда будет приносить ящики для постройки или улучшения базы, для восстанавливания функционала уровня 3. Поврежденный Аэродром становится поврежденным, когда любое из вспомогательных средств, топливо, боеприпасы или укрытия максимального уровня уничтожено. Когда убежище повреждено, вы не можете развернуть вспомогательные активы. Разрушенной базой считается, если все вспомогательные активы, топливо, боеприпасы и укрытия уничтожены. Авиабаза считается уничтоженной. Коалиция в тот же момент сохранит контроль над разрушенной базой, но после доставки ремонтного ящика им придется снова восстанавливать базу с нулевого уровня. Чтобы восстановить поврежденную авиабазу, необходимо доставить ремонтный ящик из любого другого места. Чтобы модернизировать авиабазу до следующего уровня, надо необходимо доставить и распаковать два базовых ящика для сборки или обновления из существующего места, которое равно или превышает уровень, до которого вы обновляетесь. Уровень 0 выдается при захвате неоспариваемой базы или вражеской базы, где уничтожены все укрытия и вспомогательные средства. Доставьте базовый ремонтный ящик, чтобы завершить строительство и разрешить установку слотов. Обеспечивает два склада топлива и боеприпасов, возможность перевооружения и заправки, две жизни, но только для вертолетов. Первый уровень. Два также ящика для сборки или обновления, для того чтобы поднять базу до уровня 1. Обеспечивает дополнительный склад топлива и боеприпасов, всего будет три каждого. Возможность развертывать убежище первого уровня, возможность брать слоты самолетов и вертолетов, всего будет три жизни. Уровень 2 позволяет строить убежище второго уровня, дополнительные склады топлива и боеприпасов, всего будет четыре штуки и также дополнительная жизнь. Уровень 3 позволяет строить убежище третьего уровня и дает две дополнительных жизни. Всего будет 6. Поговорим об укрытиях. Укрытия это базовые строения, которые позволяют нам производить наземные юниты, тяжелобронированные, легкобронированные войска, а также джитаки. Убежище первого уровня появляется сразу после развертывания и позволяют создавать юниты уровня 1. Убежища второго уровня имеют задержку в постройке 15 минут. Во время строительства будет установлена насосная станция. При этом предыдущие убежища первого уровня останется, чтобы вы могли продолжать размещать подразделения и войска. Если противник уничтожит насосную станцию, вам придется развернуть другую и также подождать 15 минут. По завершении у вас будет построено убежище второго уровня. Убежище уровень 3 это самое передовое убежище, которое позволяет производить все типы юнитов. Строится оно будет 30 минут. По завершении у вас появится убежище. Это защищенный бункер, который имеет 8000 хп и для его уничтожения придется потратить немало сил. Либо использовать тяжелые бомбы с проникающей боевой частью, либо большое количество бомб или ракет с меньшим ударным коэффициентом. Поговорим о меню F10 и постройке наземных юнитов. Первое это Current Zone. Показывает информацию о вашей зоне, какого уровня зона, сколько есть ОМО и Фьюэла. Также сколько жизней доступно для вертолетов и когда эти жизни обновятся. Следующее меню в статусе это Общая Summary. Первое это Лимиты. Показывает сколько фабрик какого уровня у нас есть и сколько единиц техники благодаря этим фабрикам мы можем произвести. Следующее Summary это Base Summary. Далее показывает общую статистику по всем базам и фарпам, которые у нас имеются. Также какие из них являются повреждены, уничтожены, сколько на них есть жизней и какого они уровня. Следующее меню в статусе Time Until Restart. Время до рестарта. Далее идет Validate Lloydout. Это значит можем ли мы взлетать с тем, с чем мы подвесились. Далее в статусе информация о джетаге. Нажать и он будет дымить в той зоне, где вы находитесь. Если вы хотите, чтобы джетаг дал дым на месте, где вы не находитесь в другой зоне, вы в чате пишите минус smoke и квадрат, в котором вы хотите, чтобы джетаг дал дым. Далее меню Cargo. В меню Cargo информация о ваших грузах. Первое это Unpacked Crate. Распаковать ящик, который перед вами. Второе. Internal Cargo Actions. Это действия с внутренним ящиком. Первое. Internal Cargo статус покажет, загружен ли у вас ящик и какой. Второе. Unload Internal Cargo. Это значит выгрузить ящик, который вам загружен. Следующее. Load Internal Cargo. Загрузить ящик, который находится в 100 метрах от вас. И следующее. Это Delete Internal Cargo. Удалить ящик, который у вас загружен. Далее. Есть Spawn Crate. Первое. Вы можете заспаунить базовые итемы. Это как раз ящик постройки базы. Перезарядки. Ящик для того, чтобы ремонтировать базу. Fuel. Ammo. Это ящики, которые необходимы для увеличения инфраструктуры ваших баз и фарпов. Ящик для постройки фабрики. И так далее. Далее мы рассмотрим ящики с джетагами. Три типа джетагов у нас имеется. Джетаг 1 уровня выражается из базы 1 уровня. Это не вооруженный тигр, который дает информацию о юнитах в радиусе 10 километров. База 2 уровня может произвести джетаг 2 уровня, БТР-80, который дает информацию о юнитах в 20 километрах. И обладает пушечным вооружением. И джетаг 3 уровня это стационарный джетаг, который светит на 30 километров. далее тяжело и легко бронированная техника это бтр и танки и так далее указано первой цифрой сколько единиц вооружения они занимают а далее указано рп и цифры какой уровень базы необходим чтобы произвести данный юнит небольшое уточнение ящики для баз и джетак первого уровня можно возить в internal crate то есть внутри вашего вертолета бронированную технику и джетак уровня 2 можно возить только на внешней подвеске далее мы рассмотрим азер это значит остальное это машинка урал 375 для того чтобы перевозить грузы и перезаряжаться автомобиль до заправки а также стационарный радар евр также для постройки нам доступны два типа пво мобильная и стационарная стационарное пво можно возить в внутренних ящиках ваших грузовиков либо на внешней подвеске для красной коалиции это са 75 с 75 с 125 бук с 300 а также пушки с 60 для самолетов синей коалиции пво соответственно натовская также у нас имеется мобильная пво которая также водится на внешней подвеске и может перевозиться только вертолетами в данном случае это стрела оса тор тунгуска и так далее количество наземных юнитов которые вы можете произвести и уровень наземных юнитов ограничен количеством заводов и фабрик которые имеются в распоряжении у вашей коалиции фабрики и заводы можно разворачивать в безопасных зонах примыкающих к установленным авиабазам или фарб всем фабрикам требуется один ящик для постройки или модернизации их можно подвешивать на внешней подвеске либо перевозить внутри грузовыми автомобилями первый уровень разверните фабричный ящик из локации уровня 1 или выше при фабрика появится прямо перед вами первый уровень фабрики увеличивает количество рп на 6 фабрики большие убедитесь что вы распаковываете на открытом пространстве чтобы не задеть деревья здания и так далее фабрика уровень 2 размещите фабричный ящик уровня 2 или выше в пределах 100 метров от существующей фабрики фабрика заменит существующую фабрику и в том же месте появится другое строение завод он будет уровня 2 он обеспечивает 6 единиц рп для первого уровня техники и 5 единиц рп для второго уровня техники завод уровня 3 разверните фабричный ящик с уровня 3 или выше в пределах 100 метров от существующей фабрики фабрика заменит существующую фабрику в том же месте и внешний вид обеспечивает 6 рп уровня 1 5 рп уровня 2 и 4 рп уровня 3 максимально в одной зоне можно построить три разных фабрики любого уровня после кого как вы развернули достаточное количество фабрик вы сможете производить наземную технику и войска поговорим о стационарных дивизионах пво есть возможность разворачивать данные дивизионы они распаковываются в комплекте с точечной защитой от перехвата харм к примеру если вы разворачиваете дивизион пво с 300 как показано данные экране к нему будут добавлены несколько единиц торов для перехвата харм также у каждой коалиции есть свои радары для обнаружения воздушных юнитов для синей коалиции это fps 117 для красной коалиции это 55 g любой размещенный наземный радар влияет на функционирование вашей системы стационарной пво в целом уничтожение всех наземных радаров приведет ваша наземная пво в стандартное автономное состояние также у каждой коалиции есть возможность использовать самолеты дальние радиолокационной разведки у красных это overlord 2111 у синих darkstar 1112 частоты самолетов отличаются чтобы развернуть самолет едва вам нужно создать маркер на карте где вы хотите установить ваш берло и пометить его в формате который вы видите на экране едва это название авакса а это соответственно 1 авакс у нас их 2 а и б далее 270 40 это курс по которому будет летать и дальность на которую он будет летать то есть по истечении дальности самолет вернется развернется и вернется на обратную точку далее продолжит полет по данному курсу и fl это эшелон на котором будет летать чтобы переместить авакс просто создайте новый маркер такого же формата что и при развертывании едва немедленно переместиться в целевую область для того чтобы вернуться на базу необходимо создать маркер с текстом чтобы приземлиться на ближайством дружественном аэродроме к маркеру называется он едва а land после приземления едва исчезнет его жизнь будет возвращена внимание у каждой коалиции есть три жизни едва они регенерируют через восемь часов после смерти когда едва приземляется жизнь возвращается а едва исчезает которую по вторному заданию вы можете также проверить статус едва с помощью f10 f10 azar статус суммари е3 авакс также на сервере реализовано международное судоходство позволяет вам отправлять построенные войска через море внимание вы можете отправить только по прямой линии из пункта а в пункт б на пути не должно быть никаких островов это позволяет избежать сложной маршрутизации упрощает ее для дкс вам не нужно перезабор беспокоиться о перезапусках городы корабли продолжат свой путь с того места где они остановились для того чтобы организовать морскую доставку вам необходимо подогнать технику к одному километру от воды далее поставить маркер который будет называться шип любое имя вашего конвоя и а на другой стороне вы должны поставить шип любое имя и б далее вы должны переименовать первый маркер добавив к нему слово go после этого появится конвой из кораблей который отвезет вашу технику с одной точки в другую максимально один конвой везет 8 единиц техники которые распределяются ровно по двум кораблям если один из кораблей будет уничтожен в процессе доставки то доедет только половина техники если было всего одна единица техники для того чтобы она была уничтожена необходимо уничтожить оба корабля на этом видео закончено я попытался максимально подробно объяснить о том как играть на этом сервере надеюсь вам понравилось прошу поставить лайк под этим видео если вам не сложно также подписаться на канал и написать какой-нибудь комментарий ваш хан соло всех приглашаю нас дискорд до новых встреч